Чаще всего к ортопеду обращаются пациенты с нарушением осанки и со сколиозом. Стоит сразу отметить, что осанка это наше привычное положение тела в пространстве, следовательно, как оно может быть нарушено? Ответ простой, никак. Следовательно, нарушение осанки это не заболевание, а это наше привычное положение тела в пространстве. Есть разные виды нарушения осанки, но чаще всего обращаются именно с сутулостью. При просьбе выпрямиться ребенок полностью корригирует осанку. Сколиоз это заболевание, которое характеризуется деформацией позвоночника во всех плоскостях, включая торсию, то есть поворота позвонков вокруг своей оси. Большую часть сколиозов составляет идиопатический сколиоз, причины которого до сих пор неизвестны. Нарушение осанки, неправильное положение ребенка за столом, ношение портфеля на одной лямке не приводит ни к каким деформациям позвоночника. Что касается сколиоза, при отсутствии лечения мы можем ожидать прогрессирования деформации, формирования реберного горба, но спрогнозировать это наверняка очень сложно. Чаще всего родители обращаются к ортопеду с нарушением осанки в период, когда ребенок пошел в школу, то есть когда большую часть времени ребенок проводит за столом, сидя в школе и дома. А так нарушение осанки может возникнуть, ну не возникнуть, а может проявиться в любом возрасте. Сколиоз тоже заболевание, которое может возникнуть в период активного роста ребенка. Он может возникнуть как и в самом раннем возрасте до 3 лет, так и в подростковом возрасте. Как мы можем сами оценить дома, есть ли у нас нарушение осанки или сколиоз? Ну нарушение осанки это просто ребенок, чаще всего сутулится. А сколиоз здесь необходимо проводить специальный тест с наклоном вперед, но нужно отметить, что при проведении этого теста должны быть соблюдены определенные условия. Это стоя на ровной поверхности, колени выпрямлены, ноги вместе и так далее. Поэтому лучше это оставить специалистам. Также проявлением сколиоза является плоская спина, что чаще всего родителей никак не настораживает. Асимметрия углов лопатки, надплечий, треугольников талии. Как мы уже определились, нарушение осанки это не заболевание, поэтому нарушение осанки лечить не нужно. Лечение сколиоза по большей части консервативное, которое включает в себя корригирующую лечебную физкультуру, а при определенных условиях корсетотерапии. Врач на приеме оценивает степень деформации, признаки прогрессирования и принимает уже решение о дальнейшей тактике лечения. Родителям стоит обратиться к врачу, если их ребенок при просьбе выпрямиться, не может скоррегировать свою осанку, выпрямиться. А также если у ребенка плоская спина и невооруженным глазом видна асимметрия спины, особенно если она прогрессирует во времени. Профилактика неправильной осанки будет поощрение физической активности ребенка, а также выработка привычки в семье держать правильную осанку. Что касается сколиоза, его не зря называют идиопатически. Причины его до сих пор в медицине неизвестны, следовательно, профилактики сколиоза до сих пор не существует. Субтитры создавал DimaTorzok